Сегодня утром выехали со Славянска. В Славянске опять же у наших знакомых хороших отдохнули, переспали. Вот, и сейчас едем в сторону Ростова. Едем по окольным путям, вот таким вот, по такой дороге. Море справа, тут километров, наверное, может быть, море слева. Километров, наверное, где-то, если напрямую вот так вот смотреть в ту сторону, может 15, может быть, там 20, ну и больше. Хорошо вот эти деревья, по над трассой, по над дорогой. Ветер, потому что ветер, как только заезжаем на поле, и ветер такой раздувает. Вот эти вот деревья, конечно, ветер задерживает. Красиво, комфортно, да? Да, достаточно комфортно едем, 90. Практически никого нет. Но эти дороги в основном загружены, когда уборка полей идет. А поля, вот видно, они уже убраны, поэтому техника не идет. Не везет урожай. Вот, поэтому очень свободно. Стали мы ехать по М4, вот, едем в сторону Ростова, да, я же говорил. Там на Дону, попытаемся где-нибудь остановиться, переночевать. Ну и, если получится, и порыбаем. Езжаем в Ростов. Вот здесь все так изменилось. Единственное, вот это осталась Тачанка. Очень широкая дорога стала. Вот, вот Тачанка, мы проезжали раньше, вот когда я проезжал здесь, на Ворошиловский. Вот, она прям рядышком была. Все перестроили. Все перестроили. Дальше мост через Дон будет. Вот. Вот. И я думаю... Ну, сейчас мы тут разберемся, посмотрим. Сейчас спрашиваю. Шучу. Ростов-арена, по-моему, это. Все как в Волгограде похоже. В общем, нашли тут на Левобережном. О, тут даже сети, нифига себе. Местечко, будем говорить, бесплатно один такой островок. Вот. Наш бус стоит. Заехали. Ну, правда, дорога очень близко подходит. Ну, ладно. Если даже дожди там, что, мы сможем выехать. Вот. Вот она река Дон. В принципе, там можно... Народ тут рыбачивает. Вот и костер туда-сюда. Единственное, тут, конечно, овражек такой. И большую и толстую рыбу. Ха-ха-ха. Только надо с подсачком. Ну, вот тут камыши. Очень хорошее, вообще-то, место. Вот. Ну, тут никак. На море тут где-то градусов, наверное, 17, сейчас 16. Может, 15. О, сейчас мы немножко приоденемся, а то я так до сих пор в шортах и в маечке на меня смотрят, блин, как не знаю на кого. Ну, в общем, вот он, конечно, Дон. Давно я здесь не был. Очень давно. Все поменялось так. Просто все поменялось. Волгодон 101, что ли. Темно не видно. Или 181. Ну, по Волге и Дону ходят Волгодоны. Ходят они в Каботаже. Каботаж – это только внутренние воды. Ну, много моих однокашников, которые не смогли провизироваться, работали на таких судах. Ну, здесь же, в Ростове. В ДРП – Волгодонском речном пароходстве. Ну, я тоже, кстати, работал В ДРП в Волгодонском речном пароходстве, но только на Сорманских, то есть, которые визированы сюда. Средиземка, все страны, которые омываются Средиземкой, я был. А за исключением Тунис, в общем, там Африка и прочее, что-то. В общем, с той стороны. А так Франция, Испания, Италия, Мальта, Сицилия. А, на Сардинии не были мы. Богославия. Ну, в общем, были времена классные. Ну, Белочка в своем репертуаре сразу схватила мешок, собирает мусор. Куда бы мы ни приехали, она везде наводит порядок. Ну, конечно, тут бардак тоже. Народ, ну, такое ощущение, как будто он везде одинаковый. Или одни и те же. А сейчас будет идти, вон идёт нефтеналивной танкер. Вот куда он идёт, возможно, он идёт в Баку. Вот. Ну да, похоже на нефтеналивной. Он идёт в Баласте. То есть, пустой. Через Дон. Волгодонской канал. Цемлянская, вот туда. Вот. И мимо Астрахани. Выходит на Каспий и Баку. Ну, маршрут известен, потому что, я тоже по таким маршрутам ходил. Но мы в Баку возили. А с Мариуполя металл. Листовой. Ну, вот он подошёл уже ближе. К сожалению, не вижу названия. Ну, уже достаточно темно. На телефоне баланс белого. Сделал, насколько возможно. Ну, вот видно очертания. Ну, да, он в Баласте. Он когда загрузится, у него бортов практически не видно. Такое ощущение, что он такой... Ну, вот эти вот... Не гидравлик, а трубопроводы. Трубопроводы и проходят. И у него осадка очень такая глубокая. Как будто там сантиметров десять осталось борту. Ну, и естественно, я не вижу флаг чей. На корме должен быть флаг. А его что-то почему-то нет. Так же, как и на Баке нет флага. Ну, а на корме там на борту обычно пишется, что за судно и порт приписки. Соответственно. Вон, загорелись створы. Вот этот яркий фонарь. Вот он прям по центру. Это загорелись створы, потому что надо идти, естественно, на створы. По фарватеру. Ну, это какое-то иностранное судно. И работает он. Машина, слышу, прям дизелек работает великолепно. Да, и названия что-то вообще нет. Ну, есть что-то. Ну, вот санкции и не санкции, видите. Ну, хотя воду это не могут закрыть. Азербайджан торгует нефтью. Может торговать нефтью с любой страной. Такие вот дела. Быть на Дону и не порыбачить, но это вообще грех. Да, мой золотой? Ну, видимо, да. Вот. Поэтому запарил немножко кашки. Сейчас давай я удочки просто закину и посмотрим, что тут. Как. Вот. Закину донки, естественно. Ну, и вдруг нам повезет. Правда, ни опарыша, ни червя нету. Ну, есть там пенопласт, сало. Заодно посмотрим, клюет ли рыба на Дону на все вот эти вот мынтусы. Скажи, какая цивилизация? Да. Тут, конечно, тоже уезжает. Уже один рыбак там вот урыбачил. Вот. Поэтому... Поэтому тут, конечно... Ну, тут как-то вот нам просто повезло. Именно с этой территории. Вот с этим кусочком рая, будем так говорить. Ну, правда, я же говорю, вот тут дорога совсем-совсем рядом. Ну, это и хорошо, если вдруг дождь пойдет. Завтра обещают дождь уже. Часика с девяти может его отменят. Вот. Нам надо просто выехать. Да ты пока все не закидывай. А то... Да ты рядом, ты рядом положи их и все, и тот убери. Ну, в общем, закинул два удилища. Телескопический крокодил не стал собирать. Вот. Я думаю, два удилища хватит. Ну, и мне кажется, что-то как-то тут мелковато. Закинул. И такое ощущение, что тут метр-полтора. Вот. Ну, они там фейерверк бросают, кидают. Люди приехали, фейерверк они. Видимо, праздник какой-то. Думаю, ночь сегодня у нас будет веселая здесь. Ну, ладно, посидим, подрыбачим. Не сама, как говорится, ловля, а само времяпровождение. Харась, капец! Ооо, какой классный! Ну что, мы утром будем рыбу жарить или что делать? Придется утром рыбу жарить. Ха-ха-ха-ха-ха. Карась-амбала. Так, друзья, у нас первый карась. Нежданно-негаданно так! Пришлось садок закидывать. Ну, такой карасик, пожарить нормально его. Прошел где-то с полчасика, но тут мелко. Да, тут мелко, вон видно. На дне, что-то камень что ли лежит? Да, я же говорю, падает, блин, на этот кормушка там совсем. Совсем не глубоко, ну да ладно Какая разница В общем, есть клев Ну и вода, кстати, не такая холодная Можно сказать, вообще не холодная Время полдвенадцатого До одиннадцати Где-то до без пятнадцати Одиннадцати был классный клев Поймал я пять карасей Пять карасиков Одного отпустил Мелковатый совсем был А одного тут, видно, плещу Цепануло Вот, когда я его тащил Он клюнул, я его начал вытаскивать И слышу что-то, прям как Сопротивление сначала думал, что Большая рыба, а это, видимо, щука Хватануло, потому что достало У него бочина распорота И там кишки повылезли Ну, естественно, пришлось его Тоже в садок кинуть Потому как ему Ну, не выживет, вряд ли он бы выжил Вот, и начали тут бегать Конкретные крысы с мышами Просто громадные Сейчас пойдем Я им насыпал сюда Кукурузы немного Чтоб они Подальше от машины были В общем, в этих кустах тут Мышей и крыс громадных Целая куча Я отогнал машину вон подальше Потому что мне такие роги уже не нужны Чтоб опять там залезли в машину Ну, порыбачу еще чуть-чуть В принципе, корм еще есть Чуть прикормка Вот Ну, если не будет клевать Сейчас посижу Вон они там у меня Надеюсь, я могу садок оставить Никто у меня тут его ни с кому не ездит То народ шастый тут конкретный Проходной двор такой Ну, а так, конечно Так, конечно, классно Стоило только проговорить Что клев перестал Вот Поймалось два карася И один такой достойный Разносит мне садок Где ты там? Наверное, где-то с полкило О, клюет Ой, бля, муха Клюет, 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 клюет В общем, не успел Ах ты, елки Да я просто вот тут споткнулся Тут такие высокие ступеньки Вот И немножко неудачно Дернул за удилище И, видимо И, видимо, промахнулся просто А этот там кабан капец буянит В общем, здесь клев, конечно Круче, чем на Ахтубе Вот Единственное Карасики-то мелковатые Ну, сейчас кидаю вообще далеко Наверное, метров, наверное На 70 Удается забросить Вот Поэтому именно издалека оттуда Притаранил крупного Ну, пока еще корм у меня есть Порыбачу, наверное, часок, может два Да, если бы, конечно, таких толстеньких поймать Мелочь можно там отпустить Такие там По 300-200 грамм А мне это не надо Просто затрут, а просто пожарить А так-то рыба-то не нужна Время уже почти три Пойду-ка я, наверное, отдыхать Наловил еще пару карасиков Да и монтаж утопил А расстегнулся карабин как-то, блин И улетела Тверская кормушка Ну, ладно, что делать-то Бывают такие Неприятности на рыбалке Почти всегда Так, ну ладно, посмотрим завтра Садок я оставлю Удочки, конечно, уберу Вот Ну, а садок пусть там рыба гон Буянит Карасиан балла большой Все пытается Выскочить Причем он выскакивает И вверх садка бьет Ну и вода уходит моментом Просто Я вам перекладываю садок Он даже Камень показался Тот, который я показывал еще И он еле-еле виден был А сейчас уже вот его Показалась Верхушечка Вода стремительно уходит Как бы Не получилось так, чтобы я проснулся А садок лежал на берегу Ну ладно Пошел отдыхать В общем, лег я поспать Просыпались А тут костейным маслом Народ понаехал Я даже не знаю, живые мои там караси Или нет Это может рыбаки там Уже их поделили между собой Да, где-то тоже такие Стандартные Монтажи Да, кидает он, конечно Хорошо нас не видно Время 8-й час Время 8-й час А, тут на спиннинг Пытается Да, надо выходить Короче, сейчас всех Я шугану тут Монтажи 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 Субтитры делал DimaTorzok А там еще в звуках получается? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, десять, десять, двоих отпустим Нам вся рыба не нужна, отдадим соседу Они по форме какие-то не такие Вот такие золотые, бронзовые Бронзовые карасики Теперь попробуем, как они на вкус Как говорится, первый пошел У тебя горчичное масло? Да На горчичном масле Очень вкусно Сейчас машину забрызгаешь жиром Ну что, друзья, вот и все Были мы мало совсем на Дону Но все равно спасибо ему за то, что приютил Накормил За то, что накормил Подарил новые впечатления, приятные И мы отправляемся уже в сторону дома Конечно, будет еще одна остановка, как я и говорил В училище, в котором я учился Сейчас это называется Университет Ушакова Вот за мной как раз идет Волгодон 911 Нет, 5071 А, 5071 Ну, в общем, просто нам не было видно Да, 5071 Сюда, слава богу, еще ходят Поэтому мы поехали Ну все Едем по левому берегу Дона Правый берег весь застроен Ходит сюда Да, я крестный Дон очень глубокий Да, не такой он и глубокий Максимум не смеет Да, нет, наверное, поглубже Танкера ходят смоку сюда Нормально Не очень видно Сюда видишь, может, и по этому руслу, и потому Что зависит от загрузки Никто на рейде стоит Что равно было бы еще повыше и пониже бы вот эти вот борта Да, специальное дело, чтобы народ не грозил По этой улице, эта улица у нас Сейчас скажу Красикова, что ли, Касимова Ну, в общем, какая-то такая Мы сходили вообще вдоль и поперек ее Потому что ходили на Зеленый остров Через понтонный мост Там Зеленый остров есть И вот на 29-й линии Только очередной этой линии понтонный мост Находили У нас там был СТК Патриот Наша база Лодочная Там ребята занимались греблей Ну и просто там лодками моторными У меня вообще У меня такое волнение Потому что мы подъезжаем уже Уже подъезжаем Скоро будем поворачивать Сейчас мы проедем через центральную площадь Вот Стелла будет И она 72 метра высотой Ее уже будет где-то вот сейчас видно Сейчас чуть-чуть дальше проедем Через 400 метров Поверните направо На улицу первой линии Тут все по линиям Тут вот Вот это все Линии, линии, линии И тут там, не знаю, до какой-то За 50-ю по-моему Улица это Мясняково А, Мясняково Я сказал, красить Да, вот сейчас мы повернем направо Чуть-чуть зигзаг Вот это уже новые дома Их не было Вот это уже все настроено Поверните направо Да, поворачиваю Такие, конечно, улицы Но вот посмотри Вот эта архитектура Ему с 50-10 метров Поверните налево К комплексу Закруткина 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 Ой, это камень, капец, конечно Это древность, мне аж говорили Меня аж Меня мурашки А что я так урегата поворачиваю Красавцы Вот этого дома не было Большого А вот эти все домишки, вот эти мелкие Вот все это было Ну, 150 лет Эти подъемы напоминают мне город Владивосток Вверх-вниз, вверх-вниз Тоже город на холмах Да, мы сейчас поедем по железной дороге Ну, я имею в виду По трамвайным путям Ростов, 61-й регион Ага Ну, какие трамвайчики симпатичные Да, но мы те древние вряд ли увидим Закруткина Нам налево? Да, нам налево И сейчас она прямая идет На театральную площадь И сейчас будет стела Вот, достопримечательность Уже очень много лет Да, 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 это я Прямо один километр, 500 метров Да Ты пауза Пауза, пауза А, пауза вот, да, сверху Ну, все, уже Ну, ты думал, какая разница А там включить, другое увидел Ну, через километр включить Как раз мы заедем на площадь Так, подожди-ка, я хотела стелу снять Я сейчас, 72 метра высоты Да, мы приехали Субтитры создавал DimaTorzok И вот мы уезжаем напрямую И вот мы уезжаем напрямую И сейчас будет Мое училище Сейчас Видишь, тут очень удобно приезжать Снизу и прямо Так, а справа что? Ну, это драмтеатр За ним парк Горький Все, я помню Вот это, вот этот считается центром Азово-Донское пароходство Вон, видишь, вон Азово-Донское пароходство Вот, посмотри, вон, вон, вон Но это не наше У нас в Новогодонске Это вот ближе Вот мое училище родное Капец, меня аж пробивает Форма совсем другая Стала Абсолютно Институт военного транспорта Государственного университета Имени адмирала Ушакова Курсанты стоят Форма совсем другая Пришлось машину бросить Хрен знает где Ну, в принципе, идем минут 20, наверное Сейчас мы попробуем зайти туда Ну, не попробуем, а зайдем Вот, поспрашаю Есть ли старые преподаватели Не старые, а древние Которые работают уже больше 30 лет То есть древние, как мамонты Вот это был наш экипаж Вот здесь мы жили На четвертом этаже Вот наше ухо Четвертый этаж Вверху, как бы, жили судоводы И мы вот по пожару Вот этого пожарного Лестницы не было Были гидранты у нас там стояли Мы, девчонок, по гидрантам Вот, они залазили сюда вот на крышу На козырек И мы их уже со второго этажа По вот этим гидрантам шлангами Поднимали на четвертый этаж Представляете, девчонки не боялись Мы их поднимаем Авантюристы Так, ребята, ну, в общем Все здесь осталось на месте Все вот эти вот кораблики Когда я учился 30 с лишним лет назад Все тут на месте Вот, товарищ Товарищ, он правда закрытый Всегда он был закрытый Мы редко-редко сюда приходили Вот, Крузенштерн В общем, все здесь Ну, понятно, что его Отремонтировали Здесь был всегда паркет Мы его натирали Здесь было КПП Вот, сейчас этого нет Сейчас этого нет Сейчас поищем преподавателей Комсостав Что-нибудь мы Кого-нибудь мы найдем Поговорим Теперь женой стали супруги А, я что-то не видел Это Александр, значит, наш замполит был Самый важный человек А, я съемок Его, как выпускники, организовали конкур Они занимаются Ведением Коделей А, это самое Кровь, ковчий лет Взяли Компания Это самое Двой здоровый Эпер Угу Сейчас покажу Как у него быть в лаборатории Сергей Павлович Каченко У нас Нам сел на судно Он был секретарем В пароходстве И дали нам Вот из-за этого человека Нам дали суперрейс Мы пошли Сначала в Испанию С Испании пошли на Мальту С Мальту мы пошли В Италию С Италии на Сицилию И только после этого Мы вернулись домой Вот этот вот человек У нас сидел Памполитом Нарежен Вот наш директор Который с 86-го года По 85-го Это наш был директор училища Вот Так Семенчин Это знакомая Это вообще Какой же Семенчин Ну что Так красиво Сейчас подожди Петр Первый Витус Беринга Повисал Курсанты себе Все здесь пропитано Духом моря Вот мы сейчас Разговариваем с человеком Вот он Какой был Когда я учился Александр Григорьевич Вот Это вот Моя молодость А потом У нас Преподавала Вот немножко Вот это Вот рыбачим По морям Делать Чочную историю Но точно Бывший Отцов Сергей Михайлович Вот такой вот Мужик Вот Он и двух Преподавал Такой прикольный Паркет здесь Какого махрового года Что он скрипит Мы его натирали Всегда Пастой Заставляли Пусти шинели На ноги Пастой А я там уже все сняла Ну хватит Снимай В этом актовом зале Я выступал И финальную речь толкал Сидиан Директора Все эти Все Нет Я 32 года назад Закончил Это училище Нам комплимент Сделали Что мы пришли В приемную комиссию А было это 32 года назад В общем Мы похожи на студентов Сейчас посмотрим А она закрыла Она там одна была Ну в общем Впрочем Этот же кабинет Все то же самое Вот эти жвери Они так же и были То есть 100 лет Кабинет Делали 100 лет Что у меня Как я слышал Ааа Это не сеглова Ну шапова Это Это Виктор Блин Третий Погодите Третий штурман Я с ним на судне Работал Вместе Может в теннис С ним играли Просто вообще Молодцы Я думаю Что зависит Просто Это Третий штурман Два Раз Так Кто еще Третий штурман Третий штурман Там занятия идут Не мешай Третий штурман Находка. Смотри-ка, а где это? Это просто фотография. Пошли наверх. Это конечный день. Это наш этаж, мы здесь занимаемся. Третий этаж, да, кажется? Да. Здесь все хорошо, здесь все классно. Честно, что интересного. Очень теперь светло и просторно. А вот эти ступени, вот эти перила, они как были, так и есть. Их никто не менял. Они все вот так продраны. И мы тоже их постоянно царапали ключами. Вот это все вот как было, так и есть. Это капец. То есть, смотрите, дерево ему вообще, ну понятно, тут оно где-то что-то. Ну, фу, меня ему зашкаливает. Идем к судоводам. Посмотрим, что здесь. Ну, а вот это внизу наш плац. Вот. Мы здесь маршировали каждое утро. И я здесь водил свое отделение электромеханическое. Плац остался. Ну, не знаю, маршируют там ребята или нет на нем. Это моя родная бурса. Четыре года отдал. Было время, да. Очень я рад этому этому. Очень рад. Она мне многое дала и научила. Теперь вот такое название. Ну, теперь точно все. Мы выдвигаемся в сторону дома. Я несказанно рад, вот, что побывал в своем училище, которое, можно сказать, дало мне в путевку в жизнь много чему научило. И особенно я рад тому, что я встретил замполита нашего, нашей специальности электромеханической. Вот. Тогда казалось нам он дядькой, вот, а всего разница у нас 10 лет старше меня всего на 10 лет. Ну, поэтому все равно, дай бог ему здоровья, хоть он нас тогда и гонял. И в хвост, и в гриву мы там постоянно у нас были конфликты такие. Постоянно мы получали наряды, не в очереди. Вот. В общем, я рад, что училище, ну, это уже как бы университет, что бюджетная основа, что ребята учатся на бюджете, вот, получают стипендию. Визируют их, они также ходят за границу. Вот. Ну, говорит Александр Мич, немножко с практикой туговато, но все равно ребята попадают за границу. И это, как говорится, большое счастье. Отъехали по М4 от Ростова. Всего 100 километров. 110, может быть. И встряли в пробку, вот, уже час ползем, капец. Чего там такое? Навигатор показывает 4 километра. Еще на полчаса. Чего-то там делают, может, то там авария, может, еще что-то. Ну, и дожди начинаются. На север едем. Теперь что-то там случилось. А, фура. Фура хватанула отбойника. Ну, да. Они только приехали. Сложила его. Йок-макарек. Надеюсь, водила живой. Ну, по идее, должен. Но он упорол у этого. Ну, водили... А, вот оно. Вот, мочи. И этот попал еще. Коротыш. А он что-то спал, запотел. Блин. Всем здоровья, конечно. Блин, моргнул момент, когда поллимона перескочил спидометр. Ждал я, ждал, ждал. И на тебе. Моргнул. Проезжаем Данков. Или Данков, как правильно его называют. Ну, да. Въезжаем и проезжаем. У меня появилась дополнительная опция. Автопилот под названием Белочка. Руки-то мои. Вот они. Вторая держит телефон. Телефон. В общем, говорим о порядке, о какой там была, как настоящая, будет огромной всю жизнь все. Осень. Включала мы весь. Возвращаемся к осенью. Да, возвращаемся. Здесь или это осень? Небось, была бы друг, когда хозяин попался к углу. Ищет вдруг, как же идущий студент из-за этого. Если деревня было доверяйте на величество, не видно, что это делается, что мы уже участвуем, о пластиков背ке из семи. Стоим подозрением. А как бы земли совсем потерян. Чтоб не сможу. Страв... ...еда только ловлю. Не подражает devam на полую 버та. Стоил, сумелун, смотрел, Самый блатун Altern. .... Субтитры делал DimaTorzok Длился он чуть больше двух недель Сегодня 17-й день нашего путешествия Намотал я вот на спидометре у меня 485 Значит где-то, не где-то, а если быть точным 3000 Ну в общем 3,5 без копеечки Даже как-то и не верится, что это все было Очень много впечатлений, очень много эмоций В общем, очень все было классно Ну все, теперь будем готовиться к зиме Вот остальные, ну остальные там моменты по сельской нашей жизни Четы, пять раз меня остановили Вот, и все были инспектора, нормальные ребята Вот, никто, ничего, нигде не просил Вот, не требовал, будем так говорить В основном, как бы, делали там замечания по нечитаемым номерам Ну у меня задний совсем он плохой Его практически не видно, вот Но все равно ребята молодцы Вот, не стали, как говорится, штрафовать Ну и если кому интересно, весь наш этот ваяж, круиз Где-то обошелся нам в 35 тысяч Вот, если учесть, что топливо только На топливо ушло 20 тысяч Вот, посчитал я точно топливо 20 тысяч Поэтому, ну остальное, ну мы там особо что Ну рыбалка на двух реках опять же нас кормила А что на Ахтубе поймали карасею, пожарили, поели Так же, как и на Дону Ну, на море понятно, что ничего не ловили Ну и по ней, как бы, наши знакомые очень хорошие Нас тоже голодными, как говорится, не оставили Понятно, что-то покупали, что-то там Из продуктов, там, из первой необходимости Ну вот, где-то, ну меньше 40 тысяч Посчитали, округлили, где-то там 35 Ну плюс чуть-чуть платные дороги мы проехали В основном ездили по деревенским таким дорогам В принципе, меня обрадовало то, что по той дороге, которой мы Идет мимо Липецка Вот, и Липецк прямо сюда, к нам, озера Мимо Белых колодецей Мимо, ой, Белых колодецей Серебряные пруды Где сейчас меня вот остановили Ребята, вот Последний раз пятый, надеюсь Ну, не осталось тут 2 километра до дома Постановились этот магазин Белочка хоть и хочет молочкой купить А вот вечером молочкой попить И Дорогу сделали Вот тут дорогу сделали, она отличная Вот Вполне комфортная Без пробок, машин очень мало Также ехал 80-90 Ну, понятно, где-то через деревню Там надо было снижать скорость Но отняло времени совсем чуть-чуть Где-то, может, полчаса я потерял Но, опять же, сэкономил на платных дорогах Ну, и спринтер, конечно, он красавец Вот, ни разу не закапризничал Нигде ничего он не взбрыкнул Вот, отъездил он вообще без проблем И вообще к нему нареканий нет Несмотря на то, что мы его Иногда немножко обижали Засаживая там где-то на берегу песок Вот, поэтому Мерин красавчик, молодец Ну, он знает, что я его обожаю Поэтому он меня и не подводит Так что все, друзья На этом отпуск, как я еще раз говорю Закончился Всем добра и счастья Всем пока Мирного неба Будьте здоровы Продолжение следует...